Советские мотоциклы с роторно-поршневыми двигателями В 60-70-х годах прошлого века практически все ведущие авто и мотопроизводители экспериментировали с роторно-поршневыми моторами, которые, как тогда многим казалось, за счет меньшей массы и высокой удельной мощности могли вытеснить традиционное ДВС. В Советском Союзе также пытались идти в ногу с тогдашней технической модой. Речь пойдет именно об опытных мотоциклах с РПД, созданных специалистами в АНИИ Мотопром. Еще в начале 60-х годов ЦКБ начали проектирование роторно-поршневого двигателя. Первый рабочий образец двигателя РД-250 был создан в 1961 году. Он имел чугунный корпус и воздушное охлаждение. Удалось добиться устойчивой работы двигателя на частотах до 6000 оборотов в минуту, при этом двигатель развивал мощность 8,5 лошадиные силы. Однако при дальнейшей форсировке мотора до 17 лошадиных сил при 9000 оборотов в минуту появились проблемы, связанные с малоэффективностью уплотнений и большими механическими потерями. Накопленный опыт позволил в 1964 году приступить к разработке РПД, предназначенного непосредственно для установки на мотоцикл. Техническое задание предусматривало создание мотора мощностью 30-35 лошадиных сил для киевских и ирбитских тяжелых мотоциклов с коляской. В 1970 году был построен односекционный роторно-поршневой мотор РД-350В мощностью 30,5 лошадиных сил. Для дорожных испытаний его установили в шасси стандартного мотоцикла Днепр К-650. Такой аппарат демонстрировал удовлетворительные динамические показатели, но отличался очень низким ресурсом – всего 100 часов работы. Спустя два года инженеры создали модернизированную установку РД-500В с корпусом из алюминиевого сплава и хромовым покрытием рабочей поверхности. Такой 500-кубовый мотор развивал уже 40 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Были также попытки оснастить агрегат системой впрыска топлива, но от этой затеи быстро отказались из-за проблем с пуском холодного двигателя. Этим РПД укомплектовали более современный мотоцикл Днепр МТ-9. В 1974 году была выпущена опытная партия из 10 машин. Дальнейшим развитием РД-500В стал мотор РД-501 в 1973 году, в котором применили износа жаростойкое некосиловое покрытие алюминиевого корпуса. Ротор двигателя был изготовлен из печеного алюминиевого сплава, а воспламенение бензовоздушной смеси обеспечивалось электронной бесконтактной системой зажигания. Таких мотоциклов выпустили 30 штук. Испытания показали, что воздушное охлаждение для роторного двигателя подходит плохо, поэтому в 1976 году разработали более совершенную конструкцию РД-510. Этот роторно-поршневой мотор выдавал уже 48 лошадиных сил и отличался системой жидкостного охлаждения. В 1979 году была выпущена партия из 30 машин с модифицированным шасси от мотоцикла Днепр. Их раздали председателям окрестных колхозов. Самое, что ни на есть, жесткие условия реальной эксплуатации. Дальнейшие работы были направлены на повышение надежности двигателя, снижение расхода топлива и токсичности отработавших газов. К началу 80-х годов также был создан односекционный двигатель РД-515. Унифицированный по размерам и конструкции уплотнений с автомобильным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-111. При весе 38 кг и объеме 491 см3, он выдавал 38 лошадиных сил при 6000 оборотов в минуту и 51 Ньютон на метр при 3500 оборотов в минуту. Данный силовой агрегат выхаживал до капитального ремонта 50 тысяч километров. Роторно-поршневой двигатель испытывали в самых жестких условиях, в том числе и на гоночных трассах. Перед вами мотоцикл для кросса с коляской. Радиатор системы охлаждения вынесен в боковой прицеп. Мотор испытывался в значительно модернизированном шасси экспериментального мотоцикла М73. Тогда же ВАВНИ и Мотопром занялись разработкой специального шасси под этот силовой агрегат. Модель под индексом 7.151 увидела свет в 1987 году. Вполне современный облик и конструкция для 80-х годов. Жаль, только до конвейера дело так и не дошло. Помимо экзотического двигателя, ее отличали легкосплавные диски составной конструкции, литые спицы и отдельный обод. Рассматривались даже планы строительства нового мотозавода в набережных Челнах. Увы, они так и остались на бумаге. Конструкция мотоцикла-одиночки Ротор В500 была максимально унифицирована с колясочным 7.151. А вот оригинальная внешность была разработана латышским дизайнером Гунаром Глуднищем. В 1985 году был построен еще один интересный прототип. Мотоцикл РД-660. Правда, только с макетом перспективного 660-кубового роторно-поршневого мотора. Начинки нет, а наружные детали двигателя изготовлены из дерева и пенопласта и окрашены серебристой краской под металл. Также существовали мотоциклы ИЖ с роторно-поршневыми двигателями. В конце 80-х годов был создан экспериментальный образец эскортного мотоцикла с РПД, который назывался ИЖ-Лидер. В качестве силового агрегата предусматривалась установка двухсекционного роторно-поршневого мотора РД-601. В результате дизайнерского поиска на свет появилось сразу несколько ходовых макетов ИЖ-Лидера. Другой эскортный мотоцикл с роторным двигателем от Ижмаша получил название ИЖ-8.201 или Вега. Он отличался более изящным и стремительным обликом. К сожалению, перестройка и последовавший за ней развал Советского Союза помешал амбициозным планам по запуску роторных мотоциклов в производство. Хотя в ИНИИ мотопром уже располагал несколькими отработанными конструкциями РПД, пригодными для массового выпуска. В 90-х годах роторную тему окончательно забросили. Сохранившиеся экспериментальные образцы мотоциклов разошлись по музеям, а некоторые уплыли за границу.